дорогие друзья всем большой привет на связи виталий сергеенко сегодня небольшое видео по поводу того что происходит в ожиданиях изменения ставки на фондовом рынке сша какие там проблемы у дойче банка и также вот свежий отчет компании pepsico поэтому сегодня будет очень интересное видео поехали итак давайте перейдем непосредственно демонстрации экрана и посмотрим следующее первое о чем я хотел бы сегодня сказать это по поводу смп до посмотрим момент дальше по поводу смп у нас здесь несколько моментов первое мы на историческом максимуме за последние несколько недель мы пробили наконец-то 3000 по фьючерсу по индексу и сейчас торгуемся то 3 с копейками это вот видите 2 998 и так далее то есть вблизи исторических максимумов то у нас было и что будет по америке что даст возможность понять что в ближайшее время случится и так первое это на прошлой неделе в пятницу у нас выше вышел целый блок новостей по америке в частности но фармпэрлс изменение числа занятых вне сельского хозяйства и здесь были совсем небольшие значения предыдущие да там 72 ожидали 160 в итоге вышло 224 то есть даже больше 200 тысяч по ключевого уровня то есть это большой плюс и говорит что в экономике штатах все достаточно неплохо и даже наоборот очень хорошо уровень безработицы всего 37 процента до прогнозировали 36 но и 37 это только локальный исторический минимум по безработицы такое последний раз было там в лохматом году в каком-то чуть ли не во времена во времена там вьетнамской войны и так далее да поэтому ведь и мы на историческом минимуме и в плане безработицы у соединенных штатов все надо признаться очень очень даже хорошо в той же европе безработицы намного выше там более пяти процентов соответственно что еще из такого интересного большинство экономических показателей ввп там производства услуги у штатов все на высоких уровнях подрастает и там нет признаков какой-то рецессии кризиса или еще чего-то далее это в принципе фрс все ждут что случится с ставкой потому что на последнем заседании нам закинули удочку что скорее всего ставка будет снижаться вот фьючерс поставки на фрс сейчас видите дают уже сто процентов за снижение ставки на 0 25 рынок этому готовится рынок соответственно растет на снижение этой ставки то здесь в принципе все все достаточно неплохо все на позитиве таком но посмотрим пауэлл сегодня завтра буквально выступает и интересно что он скажет даст ли намек на все-таки стопроцентное снижение ставки либо скажет нет друзья смотрите но у фарма какие у нас какая у нас безработица какие кого ввп к чему мы будем сейчас ставку снижать давайте и и оставим на прежнем уровне или там через пару заседаний повысим тогда вот в таком ключе может произойти пролив по смп и инвесторы немножечко припугнуться напугаются и сам пиво сможет слететь вот сначала на уровень 2 950 ближайшие да и потом в принципе ничего не застраховано 2 800 то есть снижение где-то на 8 10 процентов при таком сценарии если отменят понижение процентных ставок а скажет наоборот что оставим и через пару заседаний повысим я думаю что мы увидим вот либо так либо так и потом уже нужно смотреть да что происходит во всех остальных сценариях принципе если пауэлл говорит да окей мы будем снижать плавно на этом полпроцента то скорее всего ближайшее время мы вот увидим движение вверх да может быть там уже только фантазия ограничен рост 3050 3100 то есть это вполне реальные сценарии поэтому точно также мы отрабатываем на биржевых фондов допустим в его до биржевой фонд на smp здесь варианты для коррекции где-то 265 267 либо ниже на 255 254 куда-то вот эту область вот и если вдруг чего если вдруг чего-то может конечно ниже уйти но если ставка будет снижаться то мы увидим небольшую коррекцию и рост в сторону севера скажем так так поехали дальше что у нас дальше ну давайте немножечко такого негатива подкинем а то везде позитив экономика растет ставки снижаются рынок растет прилетела такая новость по поводу дойче банка одного из крупнейших таких важнейших структурных банков принципе в мире в европе о том что банк находится сейчас в кризисе и они вынуждены сокращать расходы потому что расходы последние годы очень сильно интенсивно росли а доходы выручка наоборот снижалась и вот банк подавили в такой дисбаланс который привел к проблемам в этом крупнейшем банке они решили изменить свою бизнес-модель что включает изменение этой бизнес-модели первое они увольняют более 18 тысяч сотрудников чтобы экономить 6 миллиардов и достать вот из вот этого бюджета до рабочей силы и достать эти миллиарды чтобы реинвестировать направить их свой бизнес далее они убирают свои подразделения в азии отказываются дорогой азии которая не дает такой большой выручки также отзывает оттуда сотрудников третий вариант они отказываются от подразделения которые занимаются торговлей акциями и это подразделение вместе там с клиентами с портфелем клиентов из даже с сотрудниками они переда передают одному из своих банков теперь партнеров это париба известный французский банк который бен пи париба которые будет ввести этих клиентов которые именно интересные покупки на фондовом рынке покупки акции потому что они признали для себя нерентабельным убыточным бизнесом что еще из интересного компании огромные дар в бюджете у них там долги по собственным обязательствам больше 37 миллиардов долларов собственные средства снижаются дивиденды которые были на уровне полутора процентов сказали что будут урезать срезать и до конца девятнадцатого и двадцатом году не планируется вы выдавать дивиденды до выплачивать и это все то что я вам говорю это огромные огромные минусы огромные негативы один на одном да если позитив что сказали что трансформация займет три года примерно в 2022 году будут изменения сократим расходы оптимизируемся запустим новые сервисы на все будет хорошо и здорово но безусловно инвесторов такая как бы тема не очень устраивает если мы откроем акции дочь и банка смотрите то вы прекрасно теперь видите вот это батарея новостей которую я сказал и до этого что здесь был большой негатив и уже несколько лет банк находится в кризисе и мы видим такое серьезное снижение с 2017 года акции стоили в районе 20 евро и сейчас они стоят 7 то есть падение на 70 процентов это очень серьезный удар да и мы видим что инвесторы фонды не поддерживают политику банка и в ближайшее время скорее всего исходя из того что я выше сказал большое количество батарея негатива вы видите как рынок реагирует да то есть его болтает но вот с 8 и 30 евро центов мы уже хлопнулись на 729 я думаю что здесь продолжится снижение потому что но действительно тотальный колоссальный здесь негатив эти здесь ближайший уровень сопротивление где-то 8 8 и 20 я бы взял и я думаю что здесь нужно работать в сторону продаж может быть через уже севди да если short сделать что допустим на платформе admiral markets через которую мы сейчас с вами работаем здесь именно на типе счета admiral invest здесь только можно покупать без плеча и только long стратегии да но если вы хотите захеджировать допустим используете такие шартовые вещи это вот возможность для продажи то есть второй тип счета где через также mt5 вы можете зашортить допустим сиди как вариант эти ссылочка чтобы потестить демо счет от admiral invest в описании к этому видео первая ссылочка переходите смотрите демка абсолютно бесплатная подключайтесь очень интересно буквально 500 600 долларов если реальный счет открывать и вы можете получить реальные акции не какие-то производные не 7 а реальные активы купить себе портфель но чтобы зашортить да в данном случае акции дочь банка здесь придется воспользоваться 7 на производным инструментом вот такая история по поводу дочь банка видите не так все классно и здорово и даже если банк мощный огромный это не говорит о том что он будет супер прибыльным последнее время выручка и чистая прибыль снижались очень сильно у данного банка следующая наша новость это компания пепси точнее пепсику да потому что там не только пепси и сына по принадлежат этому корпорации но также и чипсы лэйс там читерс и так далее большое количество там различных снеков вот и мы видим что здесь мы в отличие от дольше банка график перевернут мы на локальных пиках то есть акция и компания себя видимо чувствует неплохо скорее всего да если мы на локальных пиках и буквально в конце 18 года акция стоила 100 105 сегодня на 130 то есть рост практически на 30 процентов за год 27 30 процентов что касается пепси у пепси вышел почему я включил в обзор вчера 9 июля вышел отчет по пепси мы видим что в принципе зеленой зоне здесь средний рост выручки где-то на 3-4 процента год году и но основные мультипликаторы чувствуют себя принципе по пепси к неплохо мне более-менее нравится пи здесь спина и где-то 15 хотя по отрасли 31 дивиденды 3 процента долги снижаются последнее время собственно капитал растет то есть большинство мультипликаторов у компании неплохие аналитики ожидают замедление роста компании в ближайший год это может сказаться конечно на акциях вот но в целом пока что компания выглядит неплохо и вышел положительный отчет рост выручки чистая прибыль примерно на том же уровне небольшой рост вот поэтому здесь так как мы по сути на локальном хая да то есть выше акции не было здесь нужно работать с позитивной акции на на откатах и на возможностях купить войти в позицию на ключевых интересных уровнях по их здесь можно выделить два ближайших дальше нет смысла потому что если уже буду такой пробой то ну что-то пошел слив уже какой-то да либо рынок разворачивается падает либо что-то в акции изменилось что-то сказали а так принципе здесь мы рассматриваем ланки я думаю что по таким моделям от двух ближайших уровнях есть смысл вообще о чем-то о чем-то говорить соответственно какие-то у нас уровне первый уровень это где-то сто двадцать восемь сто тридцать ближайшее число вот просто на 3 доллара если дают 3 4 доллара коррекцию более глубокая коррекция если подумают что-то немножечко перегрета и уж не такие супер положительные новости раньше скорректируем 124 125 50 это ближайший такой следующий уровень поддержки все такие модели в принципе здесь ситуация выглядит достаточно неплохо и объемы мы видим что объемы подрастают и спрос на бумаге вот после вот этих как раз скажем так положительных новостей это дневной кстати у нас график по пепси вот сегодня второй день после новостей вчера мы видим о новостях было небольшое снижение потом позитив и отросли немножечко выше объемы держали и сегодня в принципе растем дату всем пока по плану новости неплохие но здесь имейте ввиду пепси платят еще три процента дивидендов в валюте неплохой вариант для инвестирования и рассмотрите этот вариант рассмотрите этот кейс я думаю что если дадут небольшую коррекцию там 5-8 процентов то это будет уже неплохим активно заходом но в среднесрочную позицию потому что здесь мы на историческом максимуме здесь какие-то спекулятивные цели я не вижу смысла рассматривать друзья ну вот как то так принципе сегодня видео у нас получилось если вам понравилось видео ставьте пальцы вверх пишите в комментариях свои идеи может быть или что вы думаете по акциям дочь и банк пепси к по индексу смп 500 ему и также вторая ссылочка в описании будет на наш совместный проект с адмирал маркет это брокерский счет плюс обучение вы можете открыть счет у этого замечательного брокера и также пройти один из наших видео курсов мощный курс трейдинг под другим углом ссылочка будет в описании переходите смотрите здесь есть различные такие промо акции и вы можете поучаствовать и поучиться открыть счет получить скидку очень удобно и полезно и понять научиться как торговать акции как диверсии специфицировать свой портфель торговать не только валюты фьючерсы там нефть золото но и как научиться торговать американские европейские акции мы на этом мы концентрируемся на нашем курсе по фондовому рынку этом все все полезные ссылочки в описании большое спасибо за внимание с вами был виталий сергеенко я профессиональный инвестор трейдер с двенадцатилетним уже опытом и управляющий активами инвестиционной компании ричинвест групп на этом принципе все большое спасибо всем успехов и увидимся в следующих видео всем пока